Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 августа. Я уже сказала, что у меня сегодня очередной сбор томатов. И я сейчас буду описывать те сорта томатов, о которых я еще не упоминала нынче ни разу. Сортов очень много, я не успеваю. И если раньше я по одному сорту описывала, вот теперь вот у меня будет такое массовое во время сбора. Я буду 1, 2, 3 сорта описывать. Я только что рассказывала вот абаканский розовый, потому что я начала сейчас описывать те сорта, которые идеально подходят для теплиц. И вот именно такие крупноплодные, их можно вырастить и в открытом грунте, и в теплице. Потому что я вот про эти ранние очень много рассказывала для открытых грунтов, про мелкоплодные. Теперь больше внимания уделить надо крупноплодным, потому что они все поспели. Вот у меня в открытом грунте поспело и абаканский розовый томат, и вот этот томат удивительный. Золотые купола, потому что это очень известный такой, ну, довольно-таки распространенный сорт, который многие люди полюбили. Это сибирский сорт, высота куста 90-150 см, красивые такие сердцевидные формы. Они оранжево-желтой окраской, мясистые, сейчас, Марк, масса 400-800 грамм, они великолепны в салатах. Можно зимние заготовки вот кусочками. Хорошо дозариваются, выращивают в 1-2 стебля в открытом грунте и пленочных теплицах. Если у вас сильно-сильно холодный регион, то можно, конечно, его вырастить в теплице. Но для того сибирские сорта и создаются, чтобы они вот эти вот крупные, огромные плоды успевали вызреть в открытом грунте. И у них есть эта способность. Вот эти золотые купола у меня вызрели в открытом грунте, хотя нынче посадили поздно, не очень хорошее лето. Томат достойный вот этот сорт, он и крупноплодный, и вкусный. И можно его использовать и на салат, и на соление. Вот это вот золотые купола, я его тоже выращиваю уже несколько лет. В прошлом году у нас в фазе немного недозрелые они были. В такой фазе град, они очень, как сказать, мягкотелые. Град побил их, они у меня испортились, я почти не собрала семена. Но вот в этом году нам погода позволяет. Смотрите, какие красавцы вызревают. Все плоды зрелые, хорошие, вот эти я принесла. Но они не все такие крупные, вот верхние кисти, они уже идут чуть поменьше, но все равно они все сладкие, все очень вкусные. Если кто ни разу не выращивал сорт золотые купола, попробуйте. Они вот рядом у меня с русскими колоколами, и они чем-то перекликаются, потому что я всегда говорила, все желтые, все оранжевые томаты, они самые сладкие, самые вкусные. Я потом вам отдельно разломлю, покажу вам, какая мясистая мякоть внутри, зернистая, сахаристая, очень хороший сорт. Вот это краткий видеообзор плодов, сорт золотые купола.